Бог – это конец всех желаний и знаний. Махарадж, откуда вы приехали? Что вы ищете? Вопрос. Я приехал из Америки, а мой друг – из Ирландии. Я приехал примерно шесть месяцев назад и путешествовал из Ашрама в Ашрам. Мой друг приехал один. Что вы видели? Я был в Шри Рамана Ашраме, а также в Ришикеше. Могу я узнать ваше мнение о Шри Рамане Махарши? Мы оба в одном и том же древнем состоянии. Но что вы знаете о Махарши? Вы считаете себя именем и телом, поэтому и воспринимаете только имена и тела. Если бы вы встретились с Махарши, что бы произошло? Вероятно, мы были бы очень рады. Возможно, даже обменялись бы парой слов. Но он узнал бы в вас реализованного человека. Конечно. Как человек узнает человека, так и джняни узнает джняни. Вы не можете оценить то, чего никогда не испытывали. Вы то, чем себя считаете. Но вы не можете представить себя тем, чего никогда не испытывали. Чтобы стать инженером, я должен учиться инженерному искусству. Чему я должен научиться, чтобы стать Богом? Вы должны разучиться всему. Бог – это конец всех желаний и знаний. Вы хотите сказать, что я стану Богом, просто отбросив желание стать Богом? Все желания должны быть отброшены. Потому что, желая, вы принимаете форму своих желаний. Когда не остается ни одного желания, вы возвращаетесь к своему естественному состоянию. Как узнать, что я достиг совершенства? Вы не можете знать совершенства. Вы можете знать только несовершенства. Что бы было знания, должно быть разделение и дисгармония. Вы можете знать, чем вы не являетесь. Но вы не можете знать свое истинное бытие. Вы можете только быть тем, что вы есть. В целом, подход заключается в понимании, которое есть в видении ложного, как ложного. Но чтобы понять, вы должны наблюдать со стороны. Ведантическая концепция майи, иллюзии, относится к проявленному. Следовательно, наше знание проявленного не заслуживает доверия. Но мы должны иметь возможность доверять нашему знанию непроявленного. Не может быть никакого знания непроявленного. Потенциальность непознаваема. Знать можно, только фактическое. Почему познающий должен остаться непознанным? Познающий знает познанное. А вы знаете познающего? Кто познает познающего? Вы хотите знать непроявленное. Но можете ли вы сказать, что знаете проявленное? Я знаю вещи и понятия, и их взаимодействие. Это итоговый результат всего моего опыта. Всего? Ну, всего фактического опыта. Я признаю, что не могу знать того, что не происходило. Если проявленное – это итоговый результат всего фактического опыта, включая тех, кто его испытал, то какую часть целого знаете вы? Очень маленькую часть. И что представляю собой то немногое, что вы знаете? Некоторые чувственные переживания, относящиеся ко мне. Даже не это. Вы знаете только, что реагируете. Кто реагирует и на что? Этого вы не знаете. Вы точно знаете, что существуете. Я есть. Я есть то, или я есть это. Иллюзорно. Я знаю проявленное, поскольку принимаю в нем участие. Я признаю, что моя часть в нем очень мала. Однако она так же реальна, как и тотальность целого. И что еще важнее, я придаю ей реальность. Без меня мир темен и тих. Светлячок освещает мир. Вы не придаете миру смысл. Вы находите его. Погрузитесь глубоко в себя и найдите источник, из которого проистекает весь смысл. Очевидно, поверхностный ум не может придавать смысл. Что делает меня ограниченным и поверхностным? Тотальная, открыта и доступна. Но вы не берете его. Вы привязаны к маленькой личности, которой себя считаете. Ваши желания узкие, ваши амбиции мелкие. В конце концов, где окажется проявленное без центра восприятия? Невоспринимаемое, проявленное ничем не отличается от непроявленного. А вы есть точка восприятия, безразмерный источник всех измерений. Познайте себя как тотальность. Как может точка содержать в себе Вселенную? В точке достаточно места для бесконечности Вселенных. В ней нет недостатка потенциала. Самоограниченность – единственная проблема. Но вы не можете убежать от себя. Как бы далеко вы ни ушли, вы возвращаетесь к себе и к необходимости познать эту точку, которая есть ничто и в то же время источник всего. Я приехал в Индию в поисках учителя йоги. Я все еще ищу его. Какую йогу вы хотите практиковать? Йогу приобретения или йогу отдавания? Разве они приводят не к одному и тому же? С какой стати? Одна порабощает, другая освобождает. Мотив играет важнейшую роль. Свобода приходит через отказ. Любое приобретение – это рабство. Если у меня есть сила и смелость держаться за что-то, почему я должен от этого отказываться? И если у меня нет силы, как я могу от чего-то отказаться? Я не понимаю эту необходимость в отказе. Если я хочу чего-то, почему я не могу этого добиваться? Отказ – это для слабых. Если у вас нет мудрости и силы для отказа, просто посмотрите на свои приобретения. Одно то, что вы их увидите, заставит их сгореть без остатка. Если вы сможете побыть вне своего ума, вы вскоре обнаружите, что полный отказ от приобретений и желаний – самая очевидно разумная вещь на свете. Вы создаете мир и затем беспокоитесь о нем. Эгоизм делает вас слабыми. Если вы думаете, что у вас есть сила и смелость, чтобы желать, это потому, что вы молоды и неопытны. Объект желания неизменно уничтожает средства его достижения. И затем гибнет сам. Но это к лучшему. Потому что это учит вас избегать желаний, как отравы. Как практиковать отсутствие желаний? Ничего практиковать не нужно. Не нужно совершать никаких действий отказа. Просто направьте своем в другую сторону. Вот и все. Желания – это просто фиксация уманной идеи. Выбейте их из колеи, лишая внимания. Каким бы ни было желание или страх, не фиксируйтесь на нем. Попытайтесь. 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 И сами увидите. Периодически вы можете забывать, но это не имеет значения. Возвращайтесь к своим попыткам снова и снова, пока отбрасывание любого желания и страха, любой реакции, не станет автоматическим. Как можно жить без эмоций? Вы можете испытывать любые эмоции, какие только пожелаете. Но опасайтесь реакций, искусственных эмоций. Будьте руководимы и определяемы целиком и полностью изнутри, а не снаружи. Простой отказ от какой-то вещи в пользу более хорошей не является истинным отказом. Отказываться от чего-то надо потому, что вы видите бесполезность этого. Продолжая отказываться, вы обнаружите, что спонтанно растет ваша мудрость и сила, неистащимая любовь и радость. Почему вы так настаиваете на отказе от всех желаний и страхов? Разве они не естественны? Нет. Они целиком созданы умом. Вы должны отбросить все, чтобы узнать, что ни в чем не нуждаетесь, даже в своем теле. Ваши нужды нереальны. Ваши усилия бессмысленны. Вы воображаете, что ваши приобретения защитят вас. На самом деле они делают вас уязвимыми. Осознайте, что вы далеки от всего, что можно обозначить как это или то. Вы недостижимы для всех чувственных переживаний или словесных конструкций. Отвернитесь от них. Откажитесь играть роль. Что мне делать после того, как я вас выслушаю? Простое слушание вам не сильно поможет. Вы должны держать мои слова в уме. Размышлять над ними. И пытаться понять состояние ума, которое побуждает меня говорить то, что я говорю. Мои слова исходят из истины. Протяните руку и возьмите ее. Вы не то, чем себя считаете. Я вас уверяю. Ваш образ себя соткан из воспоминаний и совершенно случайен. То, чем я являюсь, есть результат моей кармы. Вы не то. Вы не то, чем кажетесь. Карма – это просто слово, которое вы повторяете за другими. Вы никогда не были и никогда не будете личностью. Откажитесь воспринимать себя таким. Но пока вы даже не подвергаете сомнению, что являетесь мистером таким-то, надежды мало. Если вы отказываетесь открыть глаза, что можно вам показать? Я полагаю, что карма – это некая мистическая сила, которая наделяет меня стремлением к совершенству. Это то, что вы слышали от других. Вы уже совершенны. Здесь и сейчас. То, что можно совершенствовать, не является вами. Вы воображаете себя тем, чем не являетесь. Прекратите это. Важно само прекращение, а не то, что вы собираетесь прекратить. Разве не карма заставила меня стать тем, чем я являюсь? Ничто вас не заставляет. Вы такой, потому что вы верите, что вы такой. Перестаньте верить. Вот вы здесь сидите и говорите со мной. Ваша карма заставляет вас это делать. Ничто меня не заставляет. Я делаю то, что должно быть сделано. Но вы делаете так много ненужных вещей. Ваш отказ исследовать это создает карму. Ваша равнодушие к собственным страданиям увековечивает ее. Да, это правда. Что может положить конец этому равнодушию? Порыв должен прийти изнутри, как волна непривязанности или сострадания. Можно привлечь этот порыв? Конечно. Посмотрите на свое состояние. Посмотрите на состояние мира. Нам говорили о карме и реинкарнации, эволюции йоги, мастерах и учениках. Что нам делать со всем этим знанием? Оставьте его позади. Забудьте обо всем. Идите вперед, освобожденные от нашей идеи и убеждений. Оставьте все вербальные конструкции. Все относительные истины. Все материальные цели. Абсолюта можно достичь только абсолютной преданностью. Не будьте вялым и нерешительным. Мне нужно начать с какой-нибудь абсолютной истины. Такая существует? Да, существует. Это чувство «я есть». Ничто остальное не является истинным. Все остальное не является ни истинным, ни ложным. Оно кажется реальным, когда появляется и исчезает, когда его отрицают. Приходящая вещь – это загадка. Я думал, что реальная это загадка. Ничего подобного. Реальное просто, открыто, ясно и приятно, красиво и радостно. Оно абсолютно свободно от противоречий. Оно всегда новое, всегда свежее, бесконечно творческое. Бытие и небытие, жизнь и смерть. Все различия сливаются в нем. Я могу согласиться, что все нереально, но сделает ли это мой ум несуществующим? Ум – это то, что он думает. Чтобы сделать его истинным, думайте истинно. Если форма вещей – простая иллюзия, что они представляют собой в реальности? В реальности есть только восприятие. Воспринимающее и воспринимаемое – это концепция. Действителен только факт восприятия. А какова роль Абсолюта? Абсолют – это то, где возникает восприятие. Он делает восприятие возможным. Но слишком много анализа никуда вас не приведет. В вас есть ядро бытия, которое недоступно анализу, недоступно уму. Вы можете познать его только через действие. Выражайте его в повседневной жизни. И его свет станет ярче, чем когда-либо. Допустимая функция ума – говорить вам о том, что не существует. Но если вы хотите позитивного знания, вы должны выйти за пределы ума. Есть ли в целой вселенной хоть одна стоящая вещь? Да. Сила любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова